К другим темам. С начала 2022 года число новых зарегистрированных больных ВИЧ в стране составило 40 тысяч при общем количестве 1 миллион 100 тысяч человек. Поэтому информирование жителей о СПИД, а в особенности молодежи, первостепенная задача современности. Так в ДК «Пролетарка» прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент. Акция «Здоровая молодежь. Здоровое будущее» проводится в рамках традиционного фестиваля Тверской области из плена иллюзий. Фестиваль проводят не первый год с целью сохранения национальной и духовной культуры, единения вокруг традиций, веры, истории, героев Отечества, старшего поколения, оздоровления общества и предостережения молодых людей от пагубных привычек. Мы посвятили наше мероприятие дню борьбы со СПИД. Это будет 1 декабря. Пригласили спикеры, люди, которые видели воочию людей с этой проблемой, музыкантов, спортсменов, которые направят молодежь на правильный жизненный путь. Профилактика СПИДа на сегодняшний день актуальна как никогда ранее, ведь количество ВИЧ-положительных растет с каждым годом. Всем только кажется, что это далеко, что это не произойдет с нами, но цифры говорят о другом и заставляют задуматься. Акция призывает всех не оставаться равнодушными, ведь это дело каждого из нас. Такие мероприятия крайне важно проводить в современном обществе, потому что сейчас молодежь в основном очень неохотно идет в спорт и развивается в этом направлении. Всем интересна немножечко другая деятельность. Участниками акции стали студенты колледжей, ведь информирование молодежи о СПИД – важная первостепенная задача современности. Каждый человек, который занят наукой, творчеством, спортом, бизнесом, должен вести свой клад в развитие страны, в укреплении нашего общества. Как бы банально ни звучало, но это так. А молодежь – это наше будущее, дети – это наше будущее. И если мы, спортсмены, в данном случае я представляю спорт, будем показывать, что спорт – это один из залогов успеха в жизни, то тогда пойдет только на пользу. Специалисты рекомендуют делать экспресс-тест на ВИЧ-спит дважды в год. Процедура безболезненная и занимает в среднем 10 минут. Как сообщают организаторы Тверь Госфильма фонда, подобные мероприятия будут проводиться до конца декабря.